хотела я уже сесть вот так вот снимать видео но я думаю нужно добавить искусственное освещение так кадр получается гораздо лучше так мне кажется намного лучше и красочнее получается всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале спасибо что заглянули у нас сегодня завтрак если честно сегодня не планировала снимать видео я утром встала и вижу что мама наготовила очень много всего вкусного и у меня прям глаза разбежались я думаю мама срочно надо снимать мукбанг она говорит нет уже основного блюда я говорю ну и что все это выглядит просто божественно открытые пирожки на слоеном тесте среди как это все хрустит супер маленькие ватрушки обычно мама их готовит очень большого размера а вот эти вот прям с мою ладошку здесь небольшой десерт который мы покупали вчера кофе два соуса здесь сзади вам просто не видно которые остались еще с предыдущего видео которое кстати еще до сих пор не вышло здесь у нас сосиски на шпажке и всем кто кушает приятного вам аппетита хочу начать сосисок на шпажке понятное дело сейчас здесь много на мой взгляд гораздо аппетитнее когда стол полный даже учитывая тот момент что это все мучное и я так много не съем сегодня у меня у папочки день рождения и он к сожалению не смотрит мой контент на последнее время вообще у него в телефоне youtube вообще не работает как он говорит то есть сначала работал очень плохо очень долго грузилась он не любит заморачиваться там с випенами со всем остальным и он просто решил не заходить но и до этого он особо не смотрелось честно мой контент но если ты смотришь это видео я тебя поздравляю хорошо что то есть хорошо что мой отец именно ты потому что папа действительно всю жизнь всегда старался для нас был очень хорошим отцом вот у меня у подруги с личной жизнью все не очень получается вот она говорит всегда что это потому что на следствие бросил папа у меня осталась травма я ожидаю этого внимания от других мужчин так вот у меня такого не было никогда потому что папа всегда был рядом помогал что-то советовал никогда ничего не запрещал абсолютно никогда он для нас всегда был как друг так что я тебя папулечка поздравляю сегодня 1 ноября утром я снимаю это видео постараюсь прям сегодня и выложить я обещала себе что с первого числа я буду более ответственной и буду публиковать больше контента каждый месяц я себе это обещаю но в этом месяце прям я хочу взять себя в руки что мне очень много планов который обязательно нужно в этом году осуществить кстати у меня для вас есть новость у нас семье пополнение это уже без моего участия мой парень его кстати зовут эшен он нашел на улице вот этого котика какой он милый я не могу последнее время у нас были сильные дожди этот котенок без мамы без папы но без папы понятное дело без мамы кошки абсолютно один вокруг дождик лужи он весь промокший был напуганный и он подумал думать ничего возьмем его тоже просто краскинули мозгами твиксика мама не отдает мама горит твиксик это чисто мой сын я его никому не отдам того котика которого нашла я мы его назвали лобзиком это было где-то два месяца тому назад кто помнит в общем лобзика очень полюбила его мама поэтому он скорее всего будет жить с его мамой а вот этот котенок мы пока что не с нами это девочка или мальчик но мне почему-то по лицу кажется что это девочка а вот эта девочка будет жить с нами я предлагаю назвать алины у меня была кошечка очень давно в детстве я звали лариса и меня почему-то все всегда тыкали тем что ты назвала человеческим именем типа знаете всегда на меня наезжали из-за этого а почему нельзя назвать человеческим именем я что осла назвала в честь тебя то есть но захотелось и назвала но в общем из-за этой ларисы меня постоянно все тюкали что человеческое имя это я просто поставила чтобы красиво стояла в общем мы никак не можем определить это девочка или мальчик скоро отведем к ветеринару тогда будет понятно вот поэтому это уже красотка будет жить с нами надеюсь что она не убежит потому что у них частный дом и лобзик тоже вовсю пытается убежать причем вы знаете когда я привела твиксика мне пришлось просто бороться за его существование мама была против это был карантин как сейчас помню о 20 год ноябрь и кстати скоро у твиксика день рождения но это не официальный день рождения а день когда я его нашла поэтому я ему заказала такую шляпочку такой галстук где написано happy birthday и мы будем отмечать ему исполняется уже 4 года представляете как быстро летит время вот реально вроде бы недавно мы с вами вместе его нашли под обой но это супермаркет такой а уже 4 года он с нами но твиксик признаться честно он очень воспитанный мальчик он очень хорошо себя ведет никогда никаких нарушений единственное в последнее время постоянно около двери мяукает это просто невозможно я уже что только в интернете не смотрела как отвлекать котика он чуть-чуть играется потом идет дальше мяукать и это все началось после того как мы отвезли его в деревню ему настолько нравится в деревне он понял что такое свобода теперь он очень хочет в деревне в деревне сейчас никто не живет как мы можем его там отпустить и все поэтому будем с твиксом я хочу на его день рождения сделать такую нарезку подготовить торт там свечку кстати я сделала новые ноготочки давайте вот так вот вам покажу в этот раз я сделала миндаль и как я делаю есть отдельное видео уже на канале я вам перевела его и уже выложила обязательно заходите на канал и смотрите этот влог он действительно получился очень интересным хотела сначала вставить фотку потом думаю лучше просто вот так вот показать ногти потому что фотки я всегда забываю вставлять потом в конце я когда монтирую свой мукбанг я никогда не смотрю его от начала до конца еще раз вот один раз я прохожусь я вырезаю все что не нужно в конце просто добавляю фотографии там где я обещала иногда я вот это вот забываю делать но вы знаете просто раньше когда я снимала мукбанги вот я его отсняла смонтировала а потом один раз мне обязательно нужно было пройтись и посмотреть есть ли какие-то недочеты возможно я где-то срезала неправильно или оставила что-то лишнее поэтому лучше пересматривать вот такой десерт у нас это точнее тарталетка выглядит очень аппетитно попробуем что-то новое решила попробовать я понимаю что это так не едят я не могу его отодрать что за нежнятина что за что за крем такое интересное не люблю десерты приторно-сладкие я вот люблю такое просто вау интересно такое ощущение что они просто на супер момент приклеили на деревяшку на деревяшку кушай прям так с деревяшкой в общем когда мы поженимся мы будем жить вместе с этим котиком или кошечка еще не понятно она еще очень сильно напугана почему-то мы даже на ручки не идет пусть пару дней просто придет себя давайте еще края как свинюшка я сегодня здесь я еще подготовила себе чаек ну еще давайте попробуем ватрушки маленькие рецепт кстати на ватрушке у нас есть на канале обязательно переходите и смотрите у меня еще есть этим влог который я не перевела сейчас у меня в голове возникает вопрос почему я раньше так не делала почему я раньше не переводила влоги который снимал на зарпачанский канал но все равно это интересно я понимаю конечно с реальной озвучкой намного интереснее так тоже люди смотрят около 20 тысяч человек смотрят и вам кажется наверное просто перевела подумаешь на самом деле перевод влогов занимает много времени вот честно около 3-4 часов пока это все загрузится пока это все зарендерится пока ты подумаешь где что сказать намного проще и больше просмотров реально на мукбанках было бы проще просто сесть и снять мукбанк еще один но я считаю что на моем канале влоги должны быть иначе мукбанки просто они не интересны такое еще не бывает ну по крайней мере у меня как будто я вот эти истории как будто придумываю например во влоге я вам около лифта снимаю надпись где написано что в соседнем здании упал лифт именно поэтому теперь много людей в лифт заходить не могут и вы понимаете что действительно эта история была точно так же как я вам ее рассказала поэтому влоги должны быть вы тоже не забывайте их смотреть я уже наелась было действительно очень вкусно и хорошо что я села снимать для вас мукбанк а не просто так все это схомячила всех люблю целую любите домашних животных и у вас жизни все-все-все будет пучком пока пока